Музыка 24 февраля 2018 года мы подъехали к пропускному пункту, автомобильному пропускному пункту границы Бурачки-Терехова на границе с Латвией. Этот пропускной пункт для нас был новый. Мы по-своему новый, именно для наличного автомобиля. Но на автобусе, международном автобусе Эколайн, мы на этом пропускном пункте бывали. А вообще мы опытные автомобильные путешественники. И бесчетное количество раз переходили границу Куничина-Гора, Кайдула, пограничный пункт России и Эстонии. Итак, мы подъехали и при въезде нам дали небольшие листочки, где было обозначено время въезда на территорию вот этого пропускного пункта. И необходимо было заполнить фамилию и имя по паспорту. И все это было представлено на трех языках. Не сразу даже сообразила, что там русский есть язык. И такие пункты, как сколько литров спиртного ввозим, сигарет и какое количество бензина в бензобаке. Очереди личного автотранспорта не было. Перед нами никого не было. И мы сразу проехали на территорию досмотра, где необходимо было выключить автомобиль. А температура воздуха низкая была. Ручка не писала. Немножко растерялись. И паспорта сдала. И номера паспорта надо было вписать в эту бумажечку. И голуби там нагадили. И пересменка у сотрудников. И как-то вначале даже подумала, что даже с нашим опытом вдруг не справимся вот с условиями перехода на этом пропускном пункте. Но буквально прошло там 5-10 минут. Все утряслось. И сотрудник там что-то даже сам заполнил. И мы пересекли границу на автомобиле. И поехали в город, который мы хотели посмотреть. Это город Резикне, Латвия. Итак, наш опыт. Перехода границы на трассе Москва-Рига. Пограничный пункт автомобильный. Бурачки-Терехово. Субтитры подогнал «Симон»!